Звезда Востока 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 себя увереннее, спокойнее. Талисманы вели древних людей к победе. Но точно так же к победе они могут привести и нас с вами через иконы, через статуи, через произведения искусства. Мы общаемся с природой, со Всевышним. Мы обретаем гармонию в душе. В последнем небольшом рассказе «Победный рубль» автор знакомит нас с самим собой в детстве. Он рассказывает нам о том, как он стал коллекционером. Благодаря одному соседу, старику-мумизмату, прошедшему Великую Отечественную войну, увидев интерес мальчика к рублю, старинному, серебряному, императорскому, он начал постепенно вовлекать его в этот волшебный, удивительный мир истории. И даже подарил ему этот рубль, который остался с автором навсегда. Он вспомнил, как обучал его магическому искусству его учитель у Панишуду, маленький лысый человечек со сморщенной черепашьей кожей на лице. Он сидел на низкой табуреточке прямо и почему-то ноги всегда держал вместе со сведенными коленями, а руки держал на них. И говорил он вкрадчивыми, глубоко западающими в душу фразами. Вся сила человека в помыслах и в вере. Могущественная инанна покровительствует тем, кто чтит ее. Беседуя с человеком, смотри ему в левый глаз и представляй, что видишь сквозь него мозг собеседника. Анатолий Бауэр, всесильный талисман. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова